Всем привет! Хотел пару слов сказать про очень-очень маленький усилитель, наверное, самый маленький усилитель, который выпускается серийно. Это Stetsam AR-160.2. Вот он, да? Я не знаю, с чем его можно сравнить. Вот, например, есть, для сравнения, кроссовер от комплекта MA-62. В общем, бюджетный компонент у Альфарда есть, но, в общем, вот кроссовер, вот эта штука. Ну, и вот, собственно, 16 динамик, да, то есть, вот размер усилителя. Значит, какие моменты, да, то есть, как усилитель не имеет межблоков, да, то есть, отца входа на нем нет, в нем есть только высокоуровневый вход. В комплекте идет, соответственно, нужный разъем, да, для впайки плюс-минус, вот, и, соответственно, можно получить к нему плюс-минус с силовой, да, и, соответственно, динамики, на которые он будет подавать мощность. Значит, ну, это, понятное дело, идеальное решение для, в принципе, усиления либо штатной акустики, либо то, чего вы ставите взамен штатка, да, то есть, вы не хотите иметь манитолу, вы не хотите ни с чем заморачивать, оттянуть какие-то там горы свалых проводов, вы просто хотите получить более интересный мощный звук, чем может дать вам штатка, да. Мы знаем, что любая штатная манитола, там, что бы там ни было написано, там, она дает где-то 15, ну, может быть, максимум 20 ватт на канал. Значит, данный усилитель, ну, 160.2, это значит, это, ну, я не знаю, чем руководствовались, в общем, он 2 по 82 Ом и 2 по 45 в 4. Вот, значит, для тех, кто любит, там, рассчитать предохранители и прочее, сейчас секунду, значит, тут 10 А стоит предохранитель, значит, кто-то там попитался, может быть, как обычно, ток на вольтаж и сказать, что никаким образом он не сможет выдать 45 ватт на канал. Но это не совсем правильно, потому что музыка – это не постоянный сигнал, не постоянное употребление, это не сварка, вот, она динамична, соответственно, употребление бывает выше и ниже. Для любого предохранителя, чтобы он сгорел, нужна постоянная нагрузка, вот, соответственно, существуют допуски. Вот, а так как этот усилитель рассчитан на полосу свыше 50 Гц, то есть с Аббов диапазона, он не играет, такого употребления, как на Саббе, на нем никогда не будет, соответственно, 10 А более чем достаточно. Так вот, вот эта вот штука, значит, у нас есть замечательные комплекты с ММ-60, например, ну, может, любое другое. Но с ММ-60 это комплект за 490 рублей, соответственно, вот это, наверное, идеальное решение, исходить, по-моему, в штатку и получить громкий-громкий звук. Так что, остается им AR-160.2. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо. 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 Спасибо.